Второй вариант связи между количеством работников и объемом производства. В данном случае вы видите замедленный рост. Нанимаем одного работника, рост большой. Следующего работника, рост уже меньше. Еще одного работника, еще меньше. И так далее, и так далее, и так далее. От каждого последующего работника или группы работников толку все меньше и меньше. В данном случае можно формализовать эту закономерность как один из важнейших законов в микроэкономике – закон убывающей предельной производительности. На прошлой неделе мы с вами уже познакомились с одним важным экономическим законом – законом убывающей предельной полезности. Можно сказать его брат-близнец – закон убывающей предельной производительности, который говорит, что в краткосрочном периоде, не забывайте, мы с вами говорим про краткосрочное производство, начиная с некоторого момента, от каждого работника толку все меньше и меньше. Каждая последующая единица приносит все меньше отдачи. Как это объяснить? Вот предположим такой пример. Есть у нас некое производство, производственное помещение. В этом производственном помещении стоят какие-то станки разных видов. Вот если мы наймем одного единственного работника. Этот бедняга будет бегать между станками, как работник на фабрике Адама Смита, выполнять все технологические операции. Сначала сверлить, потом резать, потом точить, шлифовать, и т.д. У него будет низкая производительность труда. Дальше мы наймем ему помощников. У каждого работника будет свой станок, соответственно начнется специализация, разделение труда, производительность труда вырастет. Но если мы не остановимся и продолжим нанимать работников, то у новых работников уже будет меньше возможностей для специализации, и соответственно от них будет меньше пользы. Если мы продолжим нанимать работников, все производственное помещение заполнено работниками. Они при всем своем желании уже не смогут применить свои способности, соответственно толку от них станет еще меньше. Ну давайте еще одного работника наймем, ему уже места не хватило на нашем заводе, соответственно от него толку будет совсем чуть-чуть, если вообще какой-то толк будет. То есть идея состоит в чем? Если в краткосрочном периоде количество капитала у нас фиксировано, у нас есть фиксированное количество станков, фиксированы площади производственных помещений, и мы за короткое время не можем построить новый завод или купить и установить, наладить новые станки, то даже если мы будем нанимать много работников, то рано или поздно от них толку будет все меньше и меньше. Им просто негде будет работать. Все рабочие места уже заняты. Даже если они будут работать в две, в три смены, все равно рано или поздно закон убывающей предельной производительности начнет действовать. Если мы теперь соединим все то, о чем мы с вами говорили, то хрестоматийный вид графика производственной функции в краткосрочном периоде с точки зрения экономической теории выглядит вот так. Сначала нанимаем мы дополнительных работников и у нас наблюдается ускоренный рост на красном участке. А дальше, если мы продолжаем нанимать работников, ускоренный рост сменяется замедленным, начиная действовать вот этот самый закон убывающей предельной производительности. От каждого работника толку все меньше и меньше. Если мы продолжим нанимать работников, то теоретически мы можем перейти даже вот на пунктирный участок, где от работников нету пользы, а есть вред. Ну, допустим, уже все рабочие места заняты, и наши 12-13 работник, они бегают, они стараются чем-то помочь, а фактически только мешают, потому что для них уже нет места. Как вы думаете, может ли существовать в реальности такая ситуация, когда фирма находится на пунктирном участке? Ну, скажем, не фирма, а производство? Ответ? Да. В рыночной экономике, конечно, это маловероятно. Если фирма будет платить зарплату работникам, от которых нету толку, то ее финансовые результаты будут ухудшаться, она имеет все шансы проиграть в конкурентной борьбе и разориться. Но если мы возьмем не рыночную экономику, а, допустим, плановую экономику Советского Союза, то там такой эффект наблюдался повсеместно. Потому что для советских предприятий задача получения максимальной прибыли была совершенно неактуальной. Для них главной задачей было выполнить план, обеспечить максимальную занятость, потому что в рамках советской идеологии труд — это главное привилегие и одновременно главная обязанность любого советского человека. Соответственно, человек, который не занимался полезным трудом, мог быть привлечен по статье за тунеядство. С другой стороны, производители, предприятия должны были всем предоставить рабочие места. Соответственно, когда у нас начался переход к рыночной экономике, многие предприятия одновременно сокращали количество персонала и наращивали производство продукции. То есть двигались вот по этому пунктирному участку обратно к участку синему. Давайте теперь вот эту зависимость, которую я показал графически, я покажу иным способом в виде таблицы. Предположим, у нас есть некое количество работников. Для наглядности я всем работникам дал имена. Для разных работников производство растет по-разному. Наим первого работника увеличивает производство всего лишь на две штуки, второго на пять штук. Это не означает, что второй работник Петя все пять штук производит самостоятельно. Просто когда работников становится двое, то Вася с Петей уже получают возможность разделять труд, специализироваться, и за счет этого производство растет быстро. Таким образом, наимпетия увеличивает производство уже на пять единиц продукции, на пять штук. Нанимаем к ним в помощь Сашу, производство начинает расти еще быстрее, еще 10 дополнительных штук мы получаем. А дальше вот у нас уже от последующих работников толку становится все меньше и меньше и меньше. Плюс восемь штук, плюс шесть, плюс две. Не сложно посчитать, сколько всего произведут продукции один работник, два работника, три работника, четыре и так далее. Вася произведет две штуки. Вася плюс Петя, две плюс пять, семь штук. Вася, Петя, Саша, семнадцать штук и так далее. Наконец, если мы, допустим, рассмотрим двух работников, Васю и Петю, вдвоем они производят семь штук продукции, соответственно, в среднем на каждого приходится три с половиной. Ну и аналогичным образом я могу эту строчку заполнить для всех остальных работников. Вот в этой таблице мы с вами познакомились с тремя важнейшими микроэкономическими величинами. Предельными, общими и средними. Соответственно, строчка с плюсами и минусами — это предельный продукт. Предельный продукт показывает вклад в производство данного конкретного работника. Насколько данный конкретный работник увеличит производство. Общий продукт, ну я думаю, понятный из названия. Total product — это сколько работники выпускают вместе. Средний продукт — это сколько в среднем приходится на одного работника. Ну и так как в данном случае мы говорим про труд, я поставил к предельному и среднему продукту дополнительный индекс L, чтобы показать, что это предельный и средний продукт труда. Потому что у нас может существовать и предельный средний продукт капитала. Если мы, допустим, не нанимаем дополнительных работников, а приобретаем дополнительные станки, то сколько принесет дополнительной продукции данный станок — это будет предельный продукт капитала. А сколько в среднем приходится продукции на один станок, который есть в распоряжении фирмы — это будет средний продукт капитала. Очень простой вопрос. Начиная с какого работника начинает действовать закон об убывающей предельной производительности? Очевидно, с коля. Убывающая предельная производительность — иными словами, это убывающий предельный продукт. То есть вот начиная с коля, наш предельный продукт начинает убывать, и мы переходим, вот если вспомнить предыдущий график, на синюю часть с красной. То есть первые три работника — это еще красная часть, ускоренный рост, а начиная с коля и дальше — это синяя часть, замедленный рост и убывающая предельная производительность. Посмотрите, пожалуйста, еще раз внимательно на эту таблицу. Обратите внимание на то, как ведет себя предельный продукт и как ведет себя средний продукт. Обе эти величины сначала идут вверх, потом идут вниз. Но максимум предельного продукта у нас относится к трем работникам, а максимум среднего продукта будет для четырех работников. Если мы опять же покажем эти зависимости графически, ну и свяжем их с поведением общего продукта, то получается, что пока у нас производство растет ускоренно, предельный продукт становится все больше и больше. От каждого работника все больше толку. Выходим на синюю часть, на замедленный рост, предельный продукт начинает сокращаться. Ну и на пунктирной части, если какая-то фирма на нее все-таки рискнет выйти, предельный продукт становится отрицательным. Ну и средний продукт у нас сначала растет, потом падает. И есть такой интересный факт, что кривые предельного и среднего продукта пересекаются в точке максимума среднего продукта. Можно это доказать математически. Но я стараюсь в этом курсе не использовать производные, не использовать какой-то математический аппарат, там, где можно без него обойтись. Поэтому я могу вам попытаться этот факт доказать просто на пальцах. Я могу привести такую аналогию. Если уж мы с вами говорили про среднюю школу, вот представьте, что в средней школе есть некий класс. В этом классе есть ученики, у этих учеников есть какой-то средний балл. Ну, допустим, средний балл — это четверка. Если в этот класс приходит круглый отличник, то средний балл в классе будет повышаться. А если в класс приходит двоечник, то средний балл в классе понижается. Вот обратите внимание, что слева от точки максимума среднего продукта предельный продукт превышает средний. То есть фирма нанимает, условно говоря, отличников в класс хорошистов. И, соответственно, средний балл, средний продукт растет. Если на фирму приходит работник с предельным продуктом выше среднего, средний продукт от этого повышается. Справа от точки максимума, наоборот, на фирму приходит работник с предельным продуктом ниже среднего. И средний продукт, соответственно, начинает снижаться. Получается, что именно в точке пересечения средний продукт перестает расти и начинает снижаться. И в этой точке, в точке пересечения, у среднего продукта будет максимум. Итак, уважаемые слушатели, мы с вами поговорили про закономерности производства. Теперь давайте обсудим, если задачей нашей фирмы является произвести максимальное количество продукции любой ценой. Вот соответствующая точка у нас появилась на слайде. Сколько работников нужно нанять? Понятное дело, что вот столько. То есть, другими словами, если мы хотим произвести максимальное количество продукции, то мы должны принимать всех работников, у которых предельный продукт маломальский отличается от нуля, маломальский положительным. То есть, если у работника есть положительный предельный продукт, если его найм хотя бы чуть-чуть увеличит производство, то стоит его нанимать. Можно привести пример такой стратегии. Это Великая Отечественная война. Во время Великой Отечественной войны было не до финансовых показателей, не до максимизации прибыли. Нужно было произвести как можно больше продукции для фронта. Многие работники из заводов ушли на войну. Соответственно, их место заняли дети. Понятно, что у школьников предельный продукт был меньше, чем у взрослых работников. Но все-таки он был, они очень старались, они героически работали. И, соответственно, вот их брали на работу, даже с небольшим предельным продуктом, с тем, чтобы для фронта, для победы произвести больше продукции. В нормальной ситуации, конечно, дети должны учиться в школе. И в нормальной ситуации все-таки важнее достичь не максимального производства, а максимальной эффективности. А максимальный средний продукт у нас будет при значительно меньшем объеме занятости. Вот при таком. Если же наша задача не максимальный объем производства, не максимальная эффективность производства, а максимальная прибыль, то в таком случае можно сказать, что нужно нанять работников где-то вот в этой области. Но сколько конкретно сказать невозможно, потому что прибыль зависит не только от производства, но и от издержек, с которыми мы производили продукцию, и от реализации этой продукции. И об издержках реализации мы с вами будем говорить дальше. Ну и в заключение этого фрагмента я вам привожу основные формулы. Средний продукт труда мы можем рассчитать как общий продукт, общее количество произведенной продукции, деленное на количество наших работников. А предельный продукт труда математически определяется как прирост дельта, прирост общего продукта, связанный с наймом дополнительного работника. Дельта ТП — дополнительный продукт, который принес нам дополнительный работник дельта Л. Ну и как я вам говорил, аналогично можно посчитать не только средний продукт труда или предельный продукт труда, но и средний предельный продукт капитала. Будут те же самые формулы, только на месте труда у нас будет капитал.